Добрый день, коллеги! Хлеб полбиной, он же спельтовый сейчас у меня в руках, и к тому же он цельнозерновой. Полба – родственница пшеницы, поэтому в некотором смысле такой хлеб можно считать аналогом пшеничного хлеба. Пшеничный ржаной хлеб простой из цельнозерновой муки страдает излишней сухостью мякиша, хранится не очень долго. И в этом видео я покажу дополнительно несколько простых приемов, как увеличить срок хранения таких хлебов. Готовить я буду из 1400 грамм муки, две формы, объемом 2200 мл каждая, аналог наших форм L6. Готовить я буду на КМКЗ. Рецептуры и граммовки приведены снизу под видео. Хлеб готовится на большой густой опаре, в ней сбраживается 70% от муки на выпечку. КМКЗ берем из холодильника, 3% мукой к весу муки на выпечку содержит в себе КМКЗ. Добавляем хлебопекарные дрожжи, теплую воду и, собственно говоря, полбяную муку. И на всем этом замешиваем опару. Дрожжей берется полпроцента к весу муки на выпечку. Если вы еще не развели КМКЗ, я настоятельно рекомендую вам это сделать и переключиться на выпечку хлеба при помощи КМКЗ. И у вас будет ароматный вкусный хлеб и не будет никаких проблем с его приготовлением. Температура брожения опары 27 градусов Цельсия, время брожения от 4,5 до 5 часов. За 3 часа до начала замеса теста заливаем семечки подсолнечника водой температуры около 70-80 градусов и оставляем их настаиваться на 3 часа. За 5 часов опара очень хорошо подошла, имеет приятный аромат и можно приступить к замесу теста. Теплая вода, температура около 45 градусов Цельсия, в ней разводим патоку и соль. Я вместо патоки использую солодовый экстракт. Повысить срок хранения простого незаварного хлеба можно только путем увеличения влажности его теста. Одним нехитрым приемом, повышающим влажность теста, является добавление семян, замоченных в воде. Воду перед добавлением нужно слить через сито. Вторым нехитрым способом является добавление пюрированного яблока к тесту. Очищаем яблоко от шкурки, пюрируем при помощи миксера. И таким образом мы сможем связать гораздо больше воды в тесте. Яблоко берем около 8% к весу муки на выпечку. Ну и дополнительно ко всему этому нужно использовать муку пшеничную при выпечке пшеничного хлеба с высоким содержанием клейковины. Полбинная мука именно такой мукой и является. Она позволяет связать больше воды, чем обычная пшеничная мука. Повышение кислотности теста также позволяет связать больше воды. Ну а для того, чтобы убрать излишнюю кислинку, можно добавить сахар или патоку. Патока вот, например, сама по себе тоже увеличивает срок хранения хлеба. Влажность теста у меня на этот момент без учета яблока составляет 70%. Ну а если учесть, что добавлено еще и яблоко, то влажность его около 76%. Тесто мягкое, но в то же время, как вы видите, замечательно держит свою форму. Температура брожения 29-30 градусов Цельсия. Время брожения 1 час. Подготавливаем формы к выпечке. Смазываю я их антипригарным спреем. В его состав входят масло и эмульгаторы. Две формы у меня по 2200 мл. По объему это примерно то же самое, что наши формы L6. Подсыпаем формы изнутри семенами тыквы. Это уже никак не влияет на срок хранения хлеба, а лишь имеет эстетическую цель. Тесто подошло за час. Имеет очень приятный аромат теста на полбенной муке цельнозерновой. За основу для этой рецептуры я взял ГОСТовскую рецептуру цельнозернового пшеничного хлеба на КМКЗ. И вот она замечательно работает и для полбенной цельнозерновой муки. Единственное, что я изменил в базовой рецептуре от ГОСТа, это то, что я слегка поднял влажность опары, поскольку используется полбенная мука, она лучше связывает воду, чем обычная пшеничная. Ну и существенно при помощи нехитрых приемов я поднял влажность окончательную основного теста. Поскольку наша цель была продлить срок хранения хлеба, то при такой влажности тесто целесообразно выпекать его в формах, а не на поду. Подовый хлеб приходится делать меньшей влажности, и естественно срок его хранения будет уступать хлебу формовому, в котором мы влажность можем повысить, и где у нас больше возможностей по повышению влажности, мы не беспокоимся о том, держит тесто форму или не держит. Недостатком формового хлеба является то, что мы уменьшаем площадь поверхности корочки, а корочка вносит наибольший вклад в аромат готового хлеба. Какие еще есть способы повышения срока хранения обычного незаварного хлеба? Одним из способов является добавление вареного картофеля в количестве 5% к весу муки на выпечку. Отвариваем картофелину, пюрируем ее, и добавляем на 1 кг муки 50 г пюрированного картофеля прямо в тесто. Ну вот, за всеми этими разговорами я уже дошел до формовки хлеба. Формовку я делаю влажную. Разделили тесто на 2 куска, положили в формы для расстойки, увлажнили обязательно сверху, и посыпали еще раз семенами тыквы. Повторю еще раз, я сейчас не указываю ни миллилитры, ни граммы. Вся рецептура написана под видео. А видео лишь сопровождает эту рецептуру. Накрываем формы сверху целлофановыми пакетиками для предотвращения заветривания. Расстойка окончательная составляет около 30-40 минут при температуре более 30 градусов Цельсия. Добавляем горячую воду и накрываем сверху крышкой. Духовка прогрета к этому времени до температуры 240 градусов Цельсия. Печем обязательно в хорошо прогретой духовке. Заготовки сбрызгиваем еще раз сверху водой и помещаем в печь. Выпечка первые 10 минут при температуре 240 градусов Цельсия. И затем допекаем еще 45 минут при температуре 200 градусов Цельсия. Выпечка идет без пароувлажнения. За 3 минуты до окончания выпечки сбрызгиваем хлеб водой для придания корочки глянца и для того, чтобы она стала помягче. Хлеб на полбяной муке очень вкусный. Мятиш имеет ореховый аромат. Корочка тоже очень ароматная. Хлеб хранится такой очень долго. Ну а я на этом с вами прощаюсь и желаю вам удачи. Субтитры сделал DimaTorzok